И снова добрый вечер, дорогие мои! С вами, впрочем, как и всегда, Алкабар, и мы, конечно же, будем что-то пить. Где-то там закатное солнышко, шумят машины проезжающие. Какого хрена они в это время ездят, я не понимаю. Но мы будем пить нечто. Нечто. Минт-бланк, господа. Ликер написано. То, что это минский завод виноградных вин, видно сразу по бутылке. Это New Generation Spirit, вот их выбито. Минт-бланк, ну, я бы перевел как мятный белый, но... С манк-бланком пересекается, пересекается. Объем 0,5, 40 градусов, нарисовано, стилизовано типа под мяту и кофенки. Кофейные зерна, я вообще не понял, какого хрена здесь, но мы читаем состав. Кстати, в кои веки МЗВ написали состав читабельно. За что им плюсик. Ликер крепкий, минт-бланк. Предположим, 40 градусов, блин, ликер. Сахар 25,8 на 100, господа. Это 258 на литр, это жопа с липницей. И мы имеем вода питьевая и мягченая, спирт этиловый люкс, сахар, ароматизатор натуральной мята, регулятор кислотности кислота лимонная и ароматизатор натуральный шоколад. Почему шоколад? Ну, хрен с ним. Значит, это как а бабы были, а не кофе. Предположим, и так. Короче, я не знаю, что это будет вообще, но мне уже не терпится это открыть. Язычок я нашел, нашел. Честно, еще до записи нашел. Вопрос, чтобы его как-то поддеть и оборвать, конечно же. Это тоже, сами понимаете, задача не из простых. Но если содрать акцисс, то все у нас получится. Все у нас получится. Нет, не все и не до конца. Ладно, хоть так. Вот так, с мясом, как говорится, выдрал. Ну, так тоже хорошо. Первое. Первое. Мне просто интересно, что это будет. Ну, по моим ощущениям, я думаю, что это будет что-то дико сладкое, поэтому не будет чувствоваться крепость. Мятная и слегка шоколадная. И комарики. Уходите, комарики. Мы будем пить первое. Не понял сейчас. Пахнет больше шоколадно. Я ждал мяту. МЗМВ, где? А вот она. Вы знаете, почти все ожидания оправдались. Это дико сладко. Но я попутал мяту с шоколадом. Шоколад в запахе, мята во вкусе. Скажу так, это откровенно прикольно даже с первой. Но что с этим делать дальше, я пока не представляю. То есть, я бы сказал, что это, наверное, коктейльная штука. Или маленькими шотиками, причем очень маленькими. Давайте вторую. Так, дегустационная доза. Пошатаем. Оно даже льется густо. Просто. Оно густое даже при розливе. Куда побежал? Иди ко мне. Оно чуть-чуть зеленоватое. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Я вообще, честно, думал, что это бутылка зеленоватая. Не, нифига. Это зеленоватая жидкость. Да. Понимаете, после вчерашней записи я просто, честно, боялся тестировать что-то новое. На всякий случай. Но это мне было интересно. Это прям было интересно. Я его сколько раз видел. Я его, наконец-то, взял. Я о нем думал много всего, но только не то, что я чувствую сейчас. Вот как-то совершенно ожидание с реальностью не совпадает. Определяющая у меня обычно четвертая. Я уже начну говорить потихоньку со второй. Сей продукт, я думаю, создавался исключительно с целью ушатать девочек. Это бобоукладчик номер один на данный момент, который я вообще себе представляю. Это реальнейший бобоукладчик. Оно пахнет шоколадкой. Оно потом мятненькое такое прикольное. В нем абсолютно не чувствуется крепость. Не, ну понятно, что они там не 12. Но 40. Да вам слепую такую нальют. Я бы никогда не сказал, что это 40. Ну, так вот, так вот. Количество сахара уже начинает прям действовать. И это хорошо, конечно. Но не в нашем случае. В нашем случае хотя бы до пятой бы досидеть. А так уже даже досидеть не хочется. Честно, это крышесносная какая-то вещь. Просто. Из минусов я прекрасно понимаю, что будет, если этого выпить много. Будет ай-яй-яй, как плохо. Вообще просто наступит капец с утра. Вот это утреннее ощущение никому такие не посоветую. Знаете, я всегда говорю, что лекарств вообще несколько. То есть, если болит живот, водка с солью помогает. Если болит горло, водка с перцем не помогает. Но отмазаться от жены на этим методом можно, если хочется выпить. Если ничего не болит, коньяк для профилактики. И если случился передоз основного лекарства, то с утра спазмолгон. Вот после этого спазмолгона с утра надо. Надо, надо, надо. При таком количестве сахара. Плюс мята и шоколад. Да, теоретически я их совмещаю вместе. Но вкупе с большим количеством сахара и крепостью, я представляю себе это крайне сложно. Это будет жопа, господа. Это будет жопа. Это напиток, который надо пить маленькими шотиками, не больше двух шотиков за вечер. Вот, наверное, вот так. За что, кстати, и бахнет. Ну, МЗВВ. Вы же это посмотрите. Да, я знаю. Ароматизатор шоколад у вас так себе, честно говоря, меняйте. Этот невкусный. У этого напитка есть один дичайший минус. Его хочется бахнуть еще. Притом ты полностью понимаешь в голове, что не надо этого делать. Не надо. Две и хватит. Ну, максимум три. Ну, не надо. Ну, у нас четвертое появляющее. А что я могу с этим поделать? Поэтому, давайте так. Внешний вид. Внешний вид абсолютно стандартен для всей их серии. New Generation Spirit. Простите за мой оксовский акцент. Минбланк. Ну, так, так, так. Немножко с Монбланом, как я уже говорил, пересекается. Но напиток, я до сих пор не могу понять. Он вроде прозрачный, вроде зеленоватый. Может, играют роль этикетки. На МЗУ всегда этому уделяли отдельную роль. Поэтому, может быть, даже не удивлюсь, что именно так. Обозвать это ликером... Ну, как бы язык не поворачивается. Даже ликер крепкий. Ликер крепкий для меня это 25. Ну, 30. Но не более того. Ну, не сороковник же, блин, с содержанием сахара почти в 250... Какой? Почти? Больше, чем в 250 грамм на литр. Это уже сахарный сироп, по факту. С привкусом шоколада и, собственно, мяты. Но добавили еще спиртика немножечко, чтобы было сороковничек, чтобы нам всем было хорошо. Так вот, про внешний вид. Внешний вид стандартный. На полке он не сильно выделяется, честно говоря. Он стоял рядом с такими же его собратьями. И, в общем-то, стоял и стоял. Что у нас дальше идет? Запах. Блин, он уже дал в голову. Быстро. Запах шоколадный. Он ни хрена не мятный. Вот здесь я бы, наверное, посоветовал мяты побольше, шоколада поменьше. Потому что шоколад откровенно перебивает. И я ждал не того. Я ждал мяту, вот эту вот зелень, не заст... Я, блин, рубашку под это подбирал, под эту запись. Какого хрена? Надо было шоколадную одевать или что? Ну, ладно, фиг с ним. Пахнет и пахнет. Но есть очень прикольная вещь. Переход шоколада в запахе, в мяту, во вкусе. Вот это вообще волшебно. Просто. Как они этого добились? Хрен его знает. Может быть, было много образцов. Естественно, меняли туда-сюда, обратно. Тебе мне приятно, как говорится. И, в общем-то, когда стало приятно всем, они установили вот такую концентрацию. Это прикольно. Возьму ли я еще раз? Нет. Нет. И я объясняю, почему. Потому что вот эта вот бутылка, я не знаю, сколько времени она будет допиваться вообще. Это настолько долгоиграющая фигня. У меня губы сейчас слипаются от количества сахара. То есть, это просто вот такое вот. В качестве аперитива, дежестива или вместо, но в небольшом количестве. В небольшом это реально 30-50, не больше. Больше абсолютно не советую, потому что можете поломаться. Поломаетесь вы сильно. И даже я, с учетом своего опыта, в общем-то, в распитии разного интересного рода напитков, могу сказать, что я после записи, знаете, пишут всегда, да он после записи это допьет. Ребята, вот это после записи я закупорю и поставлю куда-нибудь подальше. На крайняк запью водкой, но без сахара. Потому что сахар мне на сегодня уже вот так зашкаливает. Можно ли это брать? Это нужно брать. Объясняю, почему. Это очень прикольно. Это очень прикольно, достаточно необычно. В принципе, классно заходит, честно говоря, классно заходит. Но я этого напитка боюсь, в принципе, выпить больше, чем надо. Как я уже сказал, бобоукладчик просто идеальнейший. Вообще просто. Вот это, наверное, идеальный сферический вакуум бобоукладчик. Все, язык начал заплетаться, привет называется. Вот это 250 сахара на литр плюс 40 градусов. Вот так оно и работает. Бука, перестань брехать. Поэтому будем накапывать заключительную, которая будет питься за вас, за ваши лайки, за ваши комментарии, за наши подписки, за то, что вы ждете в следующих видео, выходящих, испугающих, иногда не очень, периодичностью. Бука, иди ко мне, скотина. Иди сюда. Иди ко мне. Че ты брешешь, животное? Иди, морду покажи, иди ко мне сюда. Боится, знает. На, понюхай. Вкусняшка? Не вкусняшка. Все, перестань брехать. И, наверное, еще чуть-чуть скажу. Это одно из самых неожиданных, из того, что я пробовал в последнее время. Вот просто. Я ждал нечто мятное, просто много мяты и больше нифига. Я получил шоколадное в запахе, мятное на втором выдохе, и при этом истинно в голову дающее. Поэтому очень аккуратно с ним, если возьмете. Но разочек попробовать стоит. Поэтому теперь уже поехали. И всем пока.